Каждый день в военном учебном центре ПГУ стартует с построения. Независимо от погодных условий, курсанты выходят на плац. За ними пристально следят начальники и преподаватели кафедры. Дмитрий и Вадим Назаровы сами когда-то точно так же учились маршировать. Решение изучать армейскую дисциплину братья-близнецы приняли вместе. Скорее всего, осознанно приняли решение поступить в военное училище в восьмом классе. После того, как началась военная подготовка, с родителями обсудили дальнейшее обучение, развитие наше, получили поддержку. После этого начали уже готовиться для поступления в военное училище. Учились Назаровы в Тульском высшем артиллерийском инженерном училище военной академии ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого. Служили поначалу вместе, в Алтайском крае. После 1997 года дороги братьев разошлись. Дмитрий сначала отправился в Подмосковье, затем на Камчатку. Вадима забросило практически на границу с Аляской. Было предложено Чикотский автономный округ мне, ну и тоже в этой же системе служить спецконтроля. И в июне месяце получил предписание и поехал уже один уже, ну семьёй вместе с семьёй уже в другую воинскую часть. Вновь встретились братья на Пензенской земле. В 2003 году Вадим Назаров пришёл работать преподавателем в учебный центр ПГУ. А спустя семь лет сюда приехал и Дмитрий. Сейчас они ведут военную подготовку студентов, воспитывают будущих защитников Отечества. Как вы наблюдаете составы средств, которые имеются в составе данной группы, они используются для обеспечения связи командиру начальнику штаба с использованием радиосредств. Примеров профессиональных военных у Дмитрия и Вадима не было. Только бабушки и дедушки, которым пришлось привыкать к армейскому режиму в годы Великой Отечественной. Зато теперь у братьев зарождается целая династия военнослужащих. По стопам отцов пошли их дети. И теперь уже младшее поколение Назаровых служит офицерами.